Девушки отдыхают Я это не воспринимаю как ссылку, а я это воспринимаю как опыт, потому что у нас есть программа в деловой России и муниципальной России. Мы хотим реально разобраться, а что буксует, почему инвестиции не так быстро доходят до муниципальных образований. Для меня это по большей счету социальный эксперимент, итогом которого должны быть реализованные цели, которые стоят вместе с Алексеем Ивановичем Дроновым и его командой. В чем мои сильные стороны для Первого райска? Город же близко, я много кого знаю, но у нас здесь не было бизнес-интересов. По большому счету я абсолютно равно приближен к деловому сообществу Первого райска, так же как и равно удален от них. Поэтому нету никаких исторических конфликтов, каких-то недосказанностей, участия в коммерческих баттлах и так далее. Соответственно, мне кажется, что я абсолютно свободен в общении и все-таки я бы хотел консолидировать деловое сообщество для того, чтобы город развивался, для того, чтобы какие-то ресурсы города каким-то образом не формировались, вшли в интересы той или иной команды. Также Леонид Гункевич рассказал, станет ли он претендовать на кресло главы администрации Первоуральска, если Алексей Дронов покинет свой пост. Вы знаете, я даже об этом не думал, это раз, во-вторых, я устав не изучал, а два, во-вторых, я все-таки пришел к команду к Алексею Ивановичу и по его приглашению. Поэтому я думаю, что даже это обсуждать, у меня даже мыслей нет. Новый замглавы администрации Первоуральска озвучил планы по дальнейшему развитию города, в частности, связанные с программой Алексея Дронова «Первоуральск-300». Вы знаете, что основное формирование бюджета – это ДФЛ. Соответственно, нам нужно, чтобы открывалось максимальное количество предприятий, на которых работают люди, которые получают заработную плату. И часть этой налога от заработной платы поступает в муниципальный бюджет. Соответственно, в нашей стратегии заявлено две ключевые вещи – это увеличение числа жителей. И второе – это увеличение рабочих мест. Соответственно, мы будем двигаться в этом направлении. Одна из программ, которая сейчас уже обсуждается, все равно так или иначе, у нас есть много-много городов, даже на территории Свердловской области, Челябинской области, Пермского края, где все-таки, учитывая реальную экономическую ситуацию, вчера, как заявил уже департамент моногородов, индустриальных парков и экономических зон, все-таки будет принято решение о том, что эти города каким-то образом будут сокращаться. Соответственно, жители будут куда-то идти жить. Вот сейчас очень такая интересная тенденция, например, жители Ирбита считают большим прорывом переехать в Артемовский, потому что Артемовский на 100 километров ближе к Екатеринбургу. Перворайск – вообще уникальный город, потому что город на самом деле с достаточно крупной промышленностью, которая сейчас так отыгрывает из-за рыночной конъюнктуры, но он близок к городу, у него есть все потенции для того, чтобы быть и самодостаточным, и интересным для проживания. Причем как для жителей города Екатеринбурга, как и для жителей Средовской области, в том числе и Пермского края. Это по увеличению. Вторая программа базовая. В городе Екатеринбурге очень много предприятий, которые фактически с ростом города стали находиться в центре Екатеринбурга. Это экономически не обоснованно, потому что кадастровая стоимость земли в центре Екатеринбурга – это сотни миллионов. По большому счету предпринимателям или деловым людям, которые являются собственниками предприятий, логично бы переместить производство за пределы Екатеринбурга. Мы рассматриваем эту зону как зону Перворайского округа. Это раз. Второе, там возможно реализовать высокодоходные девайверские проекты, то есть строительство жилых комплексов и так далее. Учитывая, что еще происходит в это же время сокращение площадей для производства, потому что все предприятия со старой инфраструктурой, вот, например, мы обсуждали с Критским Битфорзавод, они раньше занимали 16 гектаров в Екатеринбурге, сейчас ушли на 7 гектаров и готовы еще сужаться, потому что другие технологии. Соответственно, у них будет еще и экономика хорошая, как бы, в новых предприятиях. Вот на этих переговорах и этих базисах мы планируем строить нашу деятельность. Статус моногорода. Дело в том, что я не знаю, по какой причине те расчеты, которые провела нынешняя администрация, не проводились, но это очень определенные количественные характеристики. Это количество занятых в процентном отношении в городе от базового предприятия. Это не значит, что моногород – это одно предприятие. То есть, на самом деле, учитывая все расчеты, представленные и в органы государственной власти, и в областные, и в федеральные, они показывают в том, что на ПНТЗ, на самом деле, задействованы, это уже основание, задействованы рабочей силой, составляющей более 20% от реальной рабочей силы, которая проживает на территории Перворайска. А если еще говорить о том, что у нас есть крупное предприятие «Уралтруппром», то это многопрофильный город. То есть, по большому счету, Перворайск – это город металлургов. Учитывая тенденции мировые, в любом случае город столкнется с проблемами. Поэтому сейчас уже правительство видит необходимости вкладывать деньги в инфраструктуру для создания новых рабочих мест, то есть новых территорий, где будут развиваться новые предприятия. Мы пока не привелись, мы сейчас пишем стратегию, на самом деле, мы привлекли известных людей, даже модераторов. Мы завтра будем привести переговоры с господином Переслегиным. У меня с понедельника в понедельник – это один из методологов и модераторов, хороших, известных, Щедровийский, Переслегин, который помогает найти внутренний настрой, а куда развиваться городу. Мы сейчас проводим игры, то есть, ну, менее именитые, но все-таки не менее качественные методологи проводят игры в Перворайске, там с разными социальными группами, с рабочими, с администрацией были игры, с районским собранием были игры, то есть мы ищем этот внутренний настрой и ожидания, как бы, жителей Перворайска, куда он будет двигаться. Потому что экономика – это все-таки социальная наука, это не точная наука, если была точная, она назвалась бы просто математикой. И вот в этом балансе мы пока сейчас находимся. Но мы уже к марту месяцу планируем, в марте месяце планируем уже какую-то белую книгу, это основной манифест, куда мы двигаемся, и, ну, всю социологию с базовыми данными планируем собрать, оцифровать и уже докладывать правительству Росковской области, губернатору. А вообще, по стратегическим планам мы планируем в нормальном виде реализовать где-то к августу месяцу, это реально абсолютно, хотя напряженно, его наложить на, уточняющий, генеральный план развития Перворского округа. И все-таки я буду настаивать на то, чтобы мы мастер-план города заказывали все-таки у зарубежных архитекторов, потому что, ну, там уже есть опыт, как бы, логистика, которая улучшает среду обитания. Вот мы в таком ракурсе мы двигаемся. Что такое мастер-план? Мастер-план – это будет, это картинка города, которая покажет, как бы, ночевые артерии, где люди гуляют, где они проводят время, куда они, где торговые улицы, где ходят, проводят досуг, как сделаны съезды, дороги, которые бы оптимизировали движение. Все-таки мы не хотим придумать велосипед, а будем обращаться к лучшим практикам. – Скажите, вот первый раз в 300 некоторые иногда ставят под сомнение эту программу, говорят, что это абсолютно фантастический план, и ни средств у них это реально сегодня нет. – Ну, критиковать можно все, что угодно, но вот девушкой, к сожалению, никаких радостей боксом не занимались. То есть парни знают точно, чтобы послать человека в нокаут, то есть достичь цели, как бы, да, то есть нужно бить не ровно в челюсть, а нужно где-то вот средний срез, то есть средний срез головы, то есть удар должен проникающим. Поэтому всегда для того, чтобы достичь высоких результатов, нужно ставить амбициозные цели, как бы. – Ну, вообще, если я вам открою тайну, как бы, то есть изначально это был Первый Райск 450. Ну, я вот тоже, как бы, имел беседу с некоторыми экономистами, и они почему-то вот говорят, как вы будете увеличивать, ведь, боже мой, у вас отрицательная динамика демографическая. Я говорю, очень здорово, значит, мне экономисты говорят о том, что численность селения может увеличиться только путем естественных отношений между мужчиной и женщиной, и больше других вариантов нет. Никакие варианты, я говорю, ну, я, как, по бреду, да, просто. – У нас люди предлагают еще гастарбайтерами на селе, все опасаются, что… – Фэнтези, ну, гастарбайтеры – это вообще не вариант, потому что, ну, во-первых, законодательство, ну, РФ не позволит, как бы, это такие пугалки. А какие варианты есть? Варианты есть, все-таки, через уменьшение затрат на присоединение, уменьшить, то есть у нас стоимость жилья, она, на самом деле, достаточно низкая. То есть для жителей Екатеринбурга вполне такая математическая задача, а где выгоднее жить? Это раз. Второе, мы говорили про программы переселения, которые существуют. Это два. Про открытие новых производств – это три. Ну, можно и другие способы, как бы, находить. Ну, базовые, они не только в том, что люди… И это тоже плоритесь и размножайтесь, это, конечно, здорово. Но мы играем в экономику, а экономика немножко другая штука. Поэтому я не думаю, что это какая-то утопия. И даже, понимаете, какая ситуация? Гипотетически понятно, что там Ревдиинский округ – это Ревдиинский округ. Ну, вот, просто один из способов сделать такой вот круг – Ревида соединяется с Первой Уральском. И уже получается, там, 240 тысяч уже получается. Да, по-моему, да? А, нет, да, 240-300 тысяч, правильно же получается. Ну, это не наш путь, это вообще, ну, как бы, другой. Ну, способов сделать, достичь программы Первой Уральс 300, их очень много.